Приветствую зрителей Политека Ньюс. Я Екатерина Шумила. Руслан Безяев сегодня наш гость. Руслан, приветствую вас. Добрый день, Катя. Добрый день, уважаемые зрители. Несколько дней назад произошло ужасное ДТП, в котором погибла практически вся семья. Отец, матерь, двое детей. И за жизнь третьего мальчика сейчас врачи борются. Вот мы можем посмотреть эти кадры. Чем это примечательно, что была реакция Зеленского. Мы помним, что 4 июля он подписал закон, согласно которому ужесточается наказание за вождение в нетрезвом виде, но отменяется уголовная ответственность. Известно, что второй водитель, из-за которого и случилась эта страшная авария, он был в состоянии наркотического опьянения. Вот где логика, чтобы отменять уголовное наказание за такое преступление? Здесь надо с юридической точки зрения определиться. ДТП – это уголовно наказуемое преступление или это все-таки жестокое, но административное преступление? Лично я сторонник того, что это очень жестокое уголовное преступление, за которое надо вводить максимально возможные сроки наказания. Почему? Потому что, как показывает и мой личный опыт, наверное, и ваш личный опыт, и личный опыт наших уважаемых зрителей, если нет ощущения того, что будет однозначно жесткое наказание, то действует принцип, знаете, сплошная эта линия, придуманная для лохов. Ведь все же крупнейшие ДТП происходят вследствие двух причин. Либо неисправность транспортного средства какая-то, либо грубейшее нарушение правил дорожного движения. Само по себе это событие, оно, знаете, как в маленькой капле отражает две проблемы. Проблема первая. Это реформа судебной системы. Вы же помните, все громкие ДТП у нас фактически не доходило до громких посадок. Возьмите дело Зайцевой, которое до сих пор на расследовании. Помните знаменитое Харьковское дело? До сих пор же там происходят процессуальные действия, но нету приговора суда. Это говорит о том, что, возможно, находятся лазейки, которые позволяют, это не касается конкретно какого-то персонального дела, это касается принципа в целом. То есть есть лазейки, которые позволяют избежать уголовной ответственности. И второе, это все-таки реформирование того, что происходит на дорогах. Во-первых, надо что-то делать с контролем транспортных средств, которые выходят на дорогу. Раз. Второе, надо, чтобы органы правопорядка, в первую очередь полиция, все-таки стояла в этих местах, на которых происходит наиболее резонансное ДТП. Ну, например, трасса Киев-Одесса, чтобы она находилась под жесточайшим контролем. Третье, это качество самих дорог. И четвертое, еще раз повторюсь, это обязательно жесткая уголовная ответственность. Вот там от 10 до 15 лет. Будет несколько посадок, люди начнут задумываться. У нас же народ такой, который, ну, пока он не почувствует, ну, что, возможно, ответственность, он будет постоянно спешить. Именно из-за этого очень часто украинцы садятся после выпитого, там, алкоголя, даже незначительного за руль, потому что не боятся ответственности? Потому что считают, что все равно можно будет договориться, что нельзя решить за 100 долларов, можно решить за 1000 долларов. Это очень страшная проблема, но это уже проблема не только правоохранительная, это еще и проблема культуры общества, которая должна понимать, что есть несколько красных линий, которые никогда нельзя переходить. Потому что жизнь человеческая, она дороже всех вот этих вот спешек и попыток, скажем, или успеть куда-то, или не обращать внимания на то, что ты там немножко выпил. Да, я сяду за руль, у меня же 20 лет опыт вождения, ну, казалось, что же я не смогу, как видим, не смогу. И последний момент, на который я хотел бы обратить внимание, не должно быть неприкасаемых, когда идет дорожно-транспортное происшествие, особенно с таким количеством жертв. У нас же, знаете, у нас как только происходит, да и не только у нас, как только происходит ДТП, сразу пытаются найти, как бы, какие-то оправдательные моменты. Это известный артист, этот ветеран то, этот тот, этот благотворитель и так далее. Это все хорошо и прекрасно, но кто вернет родственникам их жизни, жизни их близких? Разве может быть вот это оправданием вот этого? Поэтому это очень сложный комплекс вопросов, которая должна решиться в треугольнике общества, власть и правоохранительная система. Если в этом треугольнике что-то не будет работать, в конце концов, тот социальный запрос, который присутствует в обществе, так и не будет реализован. Давайте называть вещи своими именами. Вот как раз Зеленский прокомментировал это ДТП и сказал, что это последний страшный пример халатности и безответственности некоторых водителей. Будет ли это действительно вот последний раз? Пока не поменяем то, о чем мы с вами говорили, нет, это будет предпоследний, предпредпоследний. Просто очень большой резонанс этого ДТП. А ведь сколько каждый день происходит нерезонансных ДТП, малорезонансных ДТП. Вот я только на выходных ехал, забирал малого от бабушки и видел по трассе Черкасса и Киев одно очень страшное ДТП. Не попало на радары средств массовой информации. А сколько таких ДТП происходит по другим дорогам и не только общегосударственного значения. Поэтому нет, не будет это последнее ДТП, но для того, чтобы максимально приблизить то время, когда ДТП, особенно такого характера, станут меньше, нужно не только внимание общества, не только внимание первых лиц государства, не только общественный запрос, но еще реформирование судебной системы и дальнейшее реформирование правоохранительных органов. Тут надо понимать, что вопрос даже не столько в коррупции, а в ответственности. То есть если будут понимать, что сядет и тот, кто дает, и тот, кто берет, возможно мы встанем на правильный путь. Руслан, спасибо большое, что прокомментировали эту ситуацию, которую никак в Украине не могут решить с огромным количеством ДТП на дорогах, из-за которых умирают просто тысячи украинцев ежегодно. Руслан Безяев, вы были гостем Политека Ньюс. Спасибо, что смотрели нас и не забывайте подписаться на наш YouTube канал.